Всем привет! Меня зовут Юлия Скатова. И сегодня я покажу вам очень простой и клёвый рецепт на массу. В общем, что такое масса на массы вообще? В общем, суть такая. Если вы хотите нарастить мышцы, то важно есть не только белки, важно есть ещё и углеводы. И при этом важно, чтобы эти углеводы были не быстрые, но потом как батончиками нажаться дело-то не хитрое. Важно, чтобы углеводы были медленные. То есть всякие там кашки, картошка, макароны из пшеницы твёрдых сортов. Вот. В общем, сегодня мы сделаем такой салатик из серии «Китай в тарелку. Всё, что есть». И для этого салатика нам понадобится немного отваренных макарон. Ещё нам понадобится немного варёных яиц. Так, у меня тут такие количества. Пропорция будет произвольной. То есть у меня здесь больше, чем нам сегодня нужно для салата. Вот. Поэтому пугаться не надо. Вот. Варёные яйца, немного чеснока, творог и помидор, оливковое масло и ещё какая-нибудь делень. Вот. Ну и, конечно же, соль по вкусу, если вам нужно. Так. С чего мы начинаем? Начинаем мы вот с чего. В общем, ещё раз. Пропорции совершенно произвольные. То есть можете попробовать так, как я сейчас сделаю я. А дальше менять всё на своё усмотрение. В общем, здесь у меня 200 грамм творога, которые на глаз поделены. Я сейчас беру одну половиночку. Вам. Вот это мне нужно. Вот. Дальше я её разминаю вилкой. Творог у меня обезжиренный. Почему я так люблю обезжиренный творог? Потому что в нём больше белка, чем в твороге, в котором есть немножко жира. То есть, допустим, так. В обезжиренном твороге у нас на 100 грамм творога 20 грамм белка. Если в твороге у нас 4% жира, то процент белка будет уже где-то в районе 17,5. 9% жира 17 грамм белка. Вот. Ну, то есть, в общем, чем меньше жира, тем больше белка. Вот. Так, я его разминаю. Дальше что я с ним делаю? Дальше я его немножко посыплю петрушкой. Так. Петрушка. Дальше я в него выдавлю немного чеснока. Вот. Наверное, столько. Вот. Сейчас мы выдавим сюда чеснока. И дальше ещё немножко польём это счастье оливковым маслом. Почему я так люблю кругом глить оливковое масло, особенно на творог? Вот. Я уже говорила, обезжиренный творог – это фуко-какадость ваша взрывная рыба. Вот. Вот. И вообще, в принципе, сырой творог переварить могут не все. Ну, так, в общем, устроен. У нас не идеальный мир. У всех не идеальные желудки. Вот. И поэтому, если уж мы занимаемся спортом и едим много, ну, как правило, особенно мальчикам, это касается, чтобы выросли какие-то там мышцы, нужно есть совершенно лошадиное количество еды. Вот. Но чтобы желудок с этим справился, я не сказал бы вам, они пошли бы выгулять, вот, я не отправил вас на больничную койку, надо ему чем-то помочь. Вот. И помочь желудку все переварить могут как раз масло и специи. Вот. Травки, петрушка в частности. Вот. В общем, так, что я сделала? Налила масло, наглась, наверное, столовую ложку. Вот. Теперь я это все размешиваю. Вот. Размешала. Главное – хорошо размешать, так вкуснее получается. Вот. Что я с этим делаю дальше? Дальше. Дальше я могу это немножко посолить. То есть совершенно наглаз произвольно. В данный момент можно соли немножко больше, потому что это будет, в принципе, соль как бы вся на всю порцию. Дальше уж потом солить не буду. Просто прикольнее, когда творог со специями будет такой солоноватый чуть-чуть. Так. Что я делаю дальше? Дальше. Дальше я беру свои макароны и кладу столько, сколько мне хочется. Макароны у меня были сварены, чтобы они не слиплись, когда стояли. Я уже на них тоже брюхнула немножко масла оливкового. Так. Ну вот, наверное, вот столько можно, по идее. Такая хорошая порция макарон. Я хорошо растущу, мальчик. Так. Дальше я перемешиваю макароны с творогом. Просто на данном этапе это получается прикольно, потому что макароны смешиваются с творогом, и потом это вкусно. То есть, в принципе, смешивать ингредиенты можете в таком порядке, как вам больше нравится, а я покажу так вкуснее мне. Вот. Так. Как там слично? Вот. Я думаю, что сейчас я сюда возьму, наверное, 4 яйца. В принципе, хорошая порция яиц для хорошо растущего мальчика, который хорошо набирает мышечное масло, это где-то штук 5 в день. Но так как я собираюсь потом готовить что-то еще для себя, для хорошо растущей девочки, у меня тут сейчас будет 4 яйца. Так. Если у вас есть такая волшебная ситечка для резки яиц, вперед, используйте, и будет вам весело, легко и быстро. Вот. У меня его нету, поэтому я быстро порежу их ручками. Вот. Собственно, режем мы 4 яйца с желтками. Желтки не выкидываем, желтки-то очень полезно. В желтках есть лицетин. Если вы работник умственного труда, а почти все у нас сейчас работники умственного труда, занимаетесь спортом для того, чтобы хорошо выглядеть, а не для того, чтобы соревноваться и вообще, то лицетин вам очень даже нужен. Потому что лицетин нужен, чтобы работали мозги. Вот. Такая полезная штука. То есть, очень часто его добавляют во всякие витамины. Но зачем есть из витаминов, если можно съесть с едой? Так. Вот мы уже все это почти дорезали. То есть, если вам хочется яйца резать более мелко, можете резать их более мелко. Я режу так, как режется, потому что мне так вкусно. Так. Дальше я перемешиваю яйца с тем, что у меня получилось. Так. Перемешали. Ну, и теперь, чтобы это все было не в сухомятку, в сухомятку как-то печально все-таки, такое количество еды, но посмотрите. Это же новая еда на самом деле. Вот то, чтобы она как-то лезла и съелась. Вот. И теперь я просто порезала какой-нибудь свежий овощ. Но вот должно быть не очень много. У меня это помидор, это может быть огурец. Это может быть сладкий перец. Не уверена насчет морковки по сочетаемости. Но вот мне кажется, огурец бы сюда в самый раз подошел, на самом деле, вместо помидора. Вот. В общем, я беру помидорку. И сейчас я сюда порежу помидор. В общем, это блюдо не самое быстрое, в принципе. Но оно может быть быстрым, исходя из того, что чисто теоретически у вас дома могут быть уже готовые сваренные макароны, если вы их варите в большом количестве, для того, чтобы кушать их целый день или полдня. И исходя из того, что, возможно, вы, может быть, варили яйца с запасом. То есть, если вам не нужно все для этого блюда отдельно готовить, тогда оно достаточно быстрое получается. Ну и плюс это, в принципе, возможность съесть яйца и творог в таком сочетании, которое будет не совсем таким приевшимся, не совсем надоевшим. Вот. То есть, даже как будто это совсем что-то другое, а не яйца с творогом. Вот. В общем, перемешиваем еще это. Немножечко. Вот. Ну, и того. Что у нас получается? У нас получается блюдо, в котором есть медленный белок, это творог. То есть, в данном случае у нас здесь 20 грамм медленного белка. Еще у нас здесь есть быстрый белок, это яйца. То есть, в одном яйце, в среднем, так если на глаз, примерно, по-моему, 6 грамм белка вроде бы. Вот. То есть, у нас получается здесь 18 грамм быстрого белка, который быстро усвоится. Еще у нас здесь есть быстрые углеводы. Сколько углеводов, честно говоря, не скажу, потому что я не взвесила, сколько у меня было макарон, когда я варила. Вот. И еще есть немножко клетчатки из помидорчика. Вот. Ну и, собственно говоря, плюс еще к этому, наверное, есть примерно около 1 столовой ложки оливкового масла, ну а оливковое масло это витамины А и Е, и для кожи хорошо, и для пищеварения, и вообще еще немножко чесночка, чтобы это все как-то переваривалось и усваивалось, ну и, собственно, фитонцид за защитой от инфекций, вот и для вкуса. По-моему, это такой очень классный салат, единственное, чего скажу, эту штуку может быть не очень удобно куда-то носить с собой, потому что если вы открываете коробочку, может немножко быть запах от яиц или помидорка может запустить. Вот, то есть это такое блюдо, которое лучше есть дома и лучше есть сразу же свежим. Пробуйте делать это блюдо, пишите, мне понравилось вам или нет, вот, и растите, будьте здоровыми, красивыми, пусть у вас все получается, растут веса, увеличиваются или уменьшаются сантиметры в зависимости от того, что нужно. Вот, и для этого смотрите еще мой рецепт. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok